Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина. Сегодня мы погадаем на зиму. Как зима повлияет на вас и на вашу жизнь? Гадать я буду на такой замечательной колоде. У нас с вами будет три позиции. Это такое небольшое гадание на природе. Гадание на природе. Осень в самом разгаре называется. Итак, давайте достанем три карты. Первая карта, она покажет вас сегодня. То есть вы по ней будете ориентироваться, правильно ли вы выбрали позицию. Выбирайте одну из этих карт. Первая, вторая или третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, сегодняшнее ваше состояние – это десятка мечей. Карта показывает, что вы находитесь на каком-то распутье в жизни. Ну, то есть назад в прошлое дороги нет, а будущее еще как бы не началось. Карта показывает иногда отчаяние, переживания, различные потери. Такое состояние, когда ты не можешь понять, кто ты, что ты, куда тебе дальше вообще. Может быть, после предательства, может быть, после развода, иногда после каких-то увольнений, да, или там известий. Ну, в общем, вы себя ощущаете как-то в ауте. Может быть, вы даже ощущаете себя, ну, какой-то проигравшей стороной, да. И вот если вы ощущаете связь с этой картой, с десяткой мечей, давайте смотреть дальше. Как зима повлияет на вас, да. То есть мы здесь видим карту «Семерка жезлов». Она показывает много разговоров, общения, взаимодействия с людьми. То есть ваша жизнь зимой, она начнет бить ключом. Вы научитесь защищать себя, свое личное пространство. Но также будет много знакомств с различными людьми, которых раньше вы не знали. Мы здесь видим карту «Королева кубков». «Королева кубков» показывает, как знакомство с женщиной, которая может как-то действительно изменить вашу жизнь к лучшему, ну, то есть настроить вас на позитивный лад и вообще, в принципе, выслушать, пообщаться с вами, да, по душам. Так и может показывать ваше преображение. Вообще «Королева кубков» — это очень красивая и доброжелательная женщина, которую любят. Поэтому эта карта очень часто показывает именно успех в любви. И мы здесь дальше видим девятку кубков, которая как раз-таки говорит о том, что жизнь наладится зимой, то есть зима повлияет на вас очень положительно. Будет и общение, и гости, вот как будто даже какие-то или посиделки в кафе, общение с женщиной вот с этой, преображение внутреннее, преображение внешнее, успех в любви. И вот как будто бы исполняется какое-то ваше желание. Вот загадайте сейчас желание, чтобы всё изменилось в вашей жизни к лучшему. И вы увидите, как оно сбудется. Вообще девятка кубков — это очень счастливая карта. И она показывает, что вы придёте в равновесие. Она показывает, что вы не будете чувствовать изъяна, вы не будете чувствовать недостатка в чём-то. Ну, также и недостатка в любви. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. А мы идём дальше, да, в позиции номер два. Сначала ваше текущее состояние. Смотрим. И тут у нас, значит, Луна. Луна — это интересное такое текущее состояние. Возможно, вы очень близки к эзотерике, да, в жизни. Ну, то есть занимаетесь магией, мистикой. Может быть, вы сегодня видели даже какой-то интересный сон. Но также Луна показывает... Вообще такое, знаете, состояние человека мечтательное. Возможно, вы с кем-то чувствуете необъяснимую близость, но пока не можете понять, для чего это и что с этим делать. Вот, ну, даже это может быть человек и вашего пола, и противоположного пола. То есть вы пока не знаете, почему тянет к человеку, почему такая необъяснимая близость. Это вам ещё предстоит выяснить в жизни. Луна — это такое состояние, когда ты ищешь путь в темноте на самом деле. И, конечно, ты зависишь от лунных циклов. Карта явно показывает, да, у вас были какие-то страхи, были фобии, нервное состояние. А сейчас вы выбираетесь и ищете свой путь, и пытаетесь понять себя больше, да. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, как на вас повлияет зима. Так, и мы здесь, значит, видим карту девятка мечей, восьмёрка мечей. Эта карта показывает, восьмёрка мечей, что сначала вы почувствуете, ну, может быть, некоторые ограничения внутри себя. То есть действительно сейчас у вас такая трансформация идёт, да, по Луне. Вы пытаетесь осознать себя, понять себя. И по восьмёрке мечей вы будете ощущать, что ещё пока нет ясности, да, то есть куда идти, что делать. То есть сначала вы себя почувствуете в тупике зимой, а потом, видите, идёт шестёрка кубков. Вы поймёте, что то, о чём вы мечтали раньше, что у вас были какие-то таланты, это всё возрождается, да. То есть, возможно, когда-то вы вообще забыли о том, о чём вы мечтали и что вы хотели. И вы это начнёте вспоминать. И начнут возвращаться как бы даже люди из прошлого, которые вам напоминают о том, что, ну, вы о чём-то мечтали и вообще каким вы были раньше человеком. Дальше мы видим рыцаря мечей. Эта карта, она показывает, что в вашей жизни встретится зимой какой-то человек, тигр, да, настоящий тигр. Вот. И он, получается, с одной стороны имеет кошачий характер, да, с другой стороны может жестковатым быть. Вот. Поэтому я вам так скажу, что придётся этого человека даже в чём-то преобразовывать, менять. Но по шестёрке Пентакли, вот вообще он окружён как-то шестёрками, он так-то стабильный человек. И он сможет с вами, в принципе, общаться, взаимодействовать на равных, да. То есть идёт равный обмен энергиями, что-то вы должны вместе пройти, о чём-то пообщаться, что-то узнать побольше, да, в жизни друг о друге и вообще о жизни, как обмен опытом идёт, да. Поэтому я бы сказала, что у вас такая насыщенная зима, когда вы выбираетесь, да, из своих ограничений, когда вы больше понимаете себя, вспоминаете себя, кто вы на самом деле есть, да, и вот человек ещё что-то вам там разжуёт, как говорят, да. То есть что-то он вам расскажет такое, на что нужно обратить в жизни внимание. То есть вы пообщаетесь, и вы поймёте вот себя, да, и поймёте, куда вам двигаться. Вот такая вот у нас вторая была позиция. Третья позиция, в какой карте вы находитесь. Вы находитесь сейчас в карте мир. А карта мир – это такое, знаете, цельное состояние, когда вот наступило внутреннее какое-то спокойствие, гармония, и ты понимаешь, что ты вроде как на правильном пути, но тебе нужно выйти на следующий уровень. Вот такая карта. Она часто показывает единство с кем-то, с чем-то, ну, то есть браки, там, допустим, хорошую работу, доверие вселенной. То есть, в принципе, вы такой сейчас гармоничный человек, я бы сказала по этой карте. Как на вас повлияет зима? Давайте посмотрим. Тут у нас выпала карта солнца. Солнце – это говорит о том, что у вас будет счастливая зима, и зимой будет происходить очень много хороших, положительных таких событий, которые раскроют вашу жизнь со всех сторон, да. И вот видите, рядом королева Пентакли. Очень много будет событий происходить положительных в семье и в деньгах. Но как будто вы достигаете как благосостояния или какого-то результата. Вообще, королева Пентакли – это действительно карта результата. Дальше мы видим карту «Девятка мечей», которая говорит о том, что пообщавшись с женщиной, вы разгребёте какие-то свои психологические травмы. И знаете, как излечение идёт какое-то, исцеление может быть. Возможно, вы покончите с какой-то своей вредной привычкой зимой. И тут идёт карта «Отшельник». Очень захочется поразбираться вообще в своей душе, в себе. Избавиться от каких-то ещё ненужных вещей в жизни, знаете. И даже начать делиться опытом с другими или написать книгу, допустим. Это тоже делиться опытом. То есть «Отшельник» об этом говорит. А дальше «Колесо фортуны». Зимой, возможно, даже или поездка, или переезд. После того, как вы себя осознаете, что-то поймёте, возможно, вы решите куда-то даже поехать или переехать. Вообще, идёт движение, поворот судьбы зимой. Я говорила вам, что у вас зима счастливая. И у вас тут идёт король мечей. То есть встреча с каким-то мужчиной, возможно. То есть вот такое ощущение. А это даже у нас король, не королева, извиняюсь. Тут как бы даже два мужчины идёт. Две мужские энергии. То есть пообщавшись с мужчиной, вы поймёте, что какие-то психологические травмы уходят. Не с женщиной, я ошиблась. И ещё один мужчина идёт, жёсткий такой, властный. Но вот у вас придёт поворот судьбы к нему. То есть нужно по судьбе встретить и общаться с ним. Но у вас, я говорю ещё раз, зима счастливая по солнцу. То есть именно белая полоса в жизни начинается зимой. Поэтому я бы сказала, что много чего интересного будет происходить. И разберётесь в себе, и уберёте какие-то вредные привычки. И вот благосостояние наступит, момент благосостояния. И даже идёт, может быть, продвижение вверх куда-то, ещё выше. Может быть, даже вы в политику пойдёте. Или встретитесь вот с политиком, да, или с каким-то властным человеком. Ну, в общем, очень много интересного у вас по третьей позиции. Поэтому зима влияет на вас положительно, я бы сказала. Ну, вот такой у нас сегодня получился расклад. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал Alive. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока. И до новых встреч.